Здравствуйте! В прямом эфире новости седьмого канала. Меня зовут Наталья Архипова. И сейчас главная тема этого выпуска. Титаник по-красноярски. Я оттуда не видел, вижу стрелу-то с окна. Утром смотрю, они там, то там, то там, ну как бы... В Абаканскую протоку в районе дамбы рухнул плавучий кран. Теперь его спасают. Будущая кузница чемпионов. Надо сделать таким образом, чтобы то самое покрытие и газон, который есть, выглядели органично. А это означает, что и опоры надо привести в надлежащий вид. Сразу несколько спортивных объектов и эко-парк «Белкин дом» реконструируют в Сосновоборске. Как идут работы, проверил губернатор края. Безопасные столбы. Для следа за спасателем существует рация, по которой они могут вызвать нас, а мы обратимся к ним за помощью. Переломы, растяжения и ожоги. С этим очень часто приходится сталкиваться с спасателем на столбах. Что сделано для того, чтобы отдых посетителей нацпарка стал безопасным. Не детский урожай. Я люблю грядки. Еще я люблю садить огурцы, помидоры. Привычные огурцы, помидоры, а также экзотические для Сибири арбузы и кукуруза. Все это вырастили дети, которым нет еще даже 7 лет. Плавучий кран упал в Абаканскую протоку. Площадку, на которой он стоял, затопило водой практически полностью. Никто не пострадал. Рабочие начали откачивать воду. Почему подъемная система рухнула, постарался разобраться Виктор Бородин. Сейчас на месте работает не меньше пяти человек. Они заняты в основном откачкой воды. Плавающий кран затопило почти полностью. Даже стрела на какое-то время оказалась в протоке. Однако ее достать рабочие уже успели. Я тоже не видел, вижу стрелу-то с окна. Утром смотрю, они там, то там, то там. Ну, как бы, тоже, думаю, пройдусь, посмотрел. По словам местных жителей, проблемы с краном начались еще накануне. Вечером технику стало кренить из стороны в сторону. Чтобы зафиксировать ее на месте, к дамбе подогнали катер. Однако это не помогло. И утром кран ушел под воду. Да было все в воде. Ну, так они подогнали его. Ну, я не знаю, либо проткнули его, я думаю, на эти плиты или что. Либо уже он сам по себе ему уже срок вышел, что еще вынесение потонул. Ну, теперь вот будут спасать этот «Титаник» до Нового года. Напомню, сейчас на водоеме ремонтируют трубы. Они проходят как раз под дамбой, которая соединяет между собой остров отдыха и микрорайон Пашиной. И как в конце весны показала проверка, трубы были забиты грязью практически полностью. Поэтому там долгое время скапливался мусор и водоросли. Работы на Абаканской протоке начались еще в начале лета. Здесь раскопали часть склона и разрыли котлован. Однако из-за подъема уровня воды в Енисее все это временно засыпали. Затем откопали снова, из-за чего сроки работы затянулись. Изначально расчистить дамбу должны были до конца августа. Вовремя закончить работу помешал как раз вышедший из берегов Енисей. В итоге подрядчик обещал сделать все до наступления холодов, не называя при этом конкретных дат. Скажется ли поломка крана на сроках, пока неизвестно. Оперативно получить комментарий от городских служб не удалось. Виктор Бородин, Сергей Раков, Седьмой канал. Двухлетний малыш пострадал из-за невнимательного водителя автобуса. Это произошло сегодня на проспекте Красноярский рабочий. На остановке из маршрутки выходила женщина с сыном. На кадрах с камер видно, что водитель не заметил их и закрыл двери. В итоге молодой маме зажало руку, когда она была в салоне, а ребенок оказался снаружи. Из-за падения мальчик получил травмы. Сейчас дорожные полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Оценку действия водителя дадут и в департаменте транспорта. Красноярск снова встал в восьмибальные пробки. Сильные заторы фиксируют на выездах из города. В основном это связано с дорожным ремонтом и перекрытиями. Кстати, сегодня вечером для автомобилистов станут недоступны еще два участка. Ограничения вновь связаны с ремонтом теплосетей. В частности, работы продолжаются на Матросово. Энергетики закроют перекресток с улицей Симофорной в сторону Пашиного. Второй участок, где проезда не будет, улица Северная в районе магазина «Вираж». Ограничения продлятся все выходные. При планировании маршрутов будьте внимательны и обращайте внимание на дорожные знаки. Серийные грабители пенсионерок задержаны в Красноярске. Ими оказались два ранее судимых мужчины. Действовали они всегда примерно по одной и той же схеме. Караулили пожилых людей возле дома и заходили с ними в подъезд. Затем просто отбирали сумки и ценные вещи, после чего сразу убегали. Сумму похищенного составляли от 300 рублей до 23 тысяч. Подозреваемые приезжали в город из Березовки, совершали преступление, а затем уезжали обратно. За две недели им удалось ограбить 8 пожилых женщин от 60 до 86 лет. Мужчины уже признались в содеянном. Теперь их будут судить по статье «Грабеж». Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае стабилизируется. Об этом заявил главный санитарный врач нашего региона Дмитрий Горяев. Он проанализировал заболеваемость за последние два месяца и оценил эпидемиологическую обстановку по итогам лета. Так, по словам Горяева, за последний месяц заболеваемость с коронавирусом пошла на спад. Радует динамика последних дней. Так, за последние сутки зафиксировано 404 случая. Такое количество не регистрировалось с первой декады июля. В то же время, в целом, это еще очень большая цифра. Особенно накануне традиционного осеннего сезона подъема заболеваемости ОРВИ. Именно поэтому такая ситуация остается напряженной. Уверен, что для обеспечения дальнейшей стабилизации и снижения уровня заболеваемости необходимо всем нам соблюдать известные правила по профилактике COVID-19 и обязательно вакцинироваться. Динамика заболеваемости снижается в основном за счет районов в крае. Каждый день на 10 новых случаев меньше. Однако в самом крупном населенном пункте региона Красноярский ежедневный прирост держится примерно на одном уровне – по 70 с лишним человек в сутки. Выпускают с больничного и с домашнего карантина больше, чем ставят на учет. Не удается стабилизировать лишь ситуацию с летальностью. За последние сутки от коронавируса вновь скончались 28 человек. Сосновоборский экопарк «Белкин дом» победил в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Из федерального бюджета на это выделили 70 миллионов рублей. Там появятся игровые и спортивные площадки и пешеходные тропы с зонами для отдыха. Также в Сосновоборске возобновили строительство зала борьбы и бокса. Обо всем подробнее в сюжете Евгения Назурчука. Удар, гол, нет, перекладина. На поле юные воспитанники Сосновоборской спортивной школы. Она была создана почти 50 лет назад. Но скоро рядом появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором, кстати, смогут тренироваться не только футболисты. Здесь также будет зал для борьбы и бокса. Его начали строить еще в 2012 году. Но из-за того, что не получилось найти инвестора, объект пришлось законсервировать. Сегодня здесь побывал губернатор Красноярского края и поручил возобновить строительство столь необходимого Сосновоборцам объекта. Относительно зала борьбы, действительно, давно такие потребности существуют. И все, что когда-то начато, мы должны завершать и в ближайшее время. Мы сейчас выяснили, что на самом деле нам необходимо, прежде всего, посмотреть техническое состояние того, что там уже сделано. Скорее всего, это вполне пригодно для того, чтобы использовать для старта, посмотреть еще, на какой мере современным требованиям соответствует проект. Следующей точкой визита губернатора стал новый Сосновоборский детский сад. Его вместимость – 270 мест. Объект готов почти на 70%. Завершить строительство рабочие планируют до конца этого года. На его постройку было выделено 250 миллионов рублей. А чтобы после занятий дети вместе с родителями могли прогуляться и хорошо отдохнуть на свежем воздухе, в Сосновоборске есть экопарк «Белкин дом». Недавно он победил на всероссийском конкурсе проектов и получил 70 миллионов рублей на реконструкцию. Тут сделают хорошее освещение, игровые и спортивные площадки и установят уличную мебель. Если говорить про благоустройство, то, конечно, город Сосновоборск уделяет ему большое внимание. Действительно, большая тропиночная сеть в городе в брусчаточном исполнении. Не так много муниципальных образований в Красноярском крае, которые могут этим похвастаться. Вот именно в Белкином доме, там сделали небольшой участок, а вот там, где асфальтированная дорожка, именно в лесу, лавочки можно поставить, благоустроить эту зону отдыха. Те же мусорки, например, чтобы люди шли, идут с детьми, некуда бросить, вот это несешь, благоустройства там не хватает. А зона отдыха там очень хорошая. А это физкультурно-спортивный центр «Надежда». Каждый год здесь занимаются больше полутора тысяч человек. В четырехэтажном здании есть детские и взрослые бассейны, залы для игр, фитнеса и силовой подготовки. Сразу видно, спорт здесь любят и ценят возможности для занятий. И, возможно, скоро в небольшом сибирском городке вырастут свои олимпийские чемпионы. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, 7 канал. У Красноярского волонтерского отряда поиск пропавших детей появился подводный дрон. Он сможет обследовать объекты глубиной до 100 метров. Новое оборудование упростит поиск утонувших людей. Аппарат прост в использовании, чтобы управлять им какого-либо специального навыка не требуется. Кроме того, у дрона есть специальная рука-манипулятор, которая может достать со дна груз весом до 100 килограммов. А на случай, если придется вести поиски в мутной воде, предусмотрены прожекторы. Работать устройство может и зимой, однако при температуре воздуха не ниже минус 10. Такое оборудование волонтерской организации подарила одна из московских фирм. Его стоимость – полмиллиона рублей. Мы его уже успели протестировать. Мы посмотрели, насколько это действительно профессиональная камера, профессиональное оборудование, которое позволит нам найти в короткие сроки утонувших детей, чтобы не позволить тому, что дети мало того, что утонули, еще и проводят в воде несколько суток. И это для родителей дополнительная психологическая, конечно, травма. Каждый год к спасателям на столбах обращается больше 200 человек. В основном туристы приходят с травмами и ожогами. Открытие медпункта в национальном парке добивались больше 80 лет. Как работают те, кто спасает жизни, и когда в излюбленном месте отдыха будет хорошая мобильная связь? Об этом в репортаже Елисея Савлюка. Для связи со спасателями существует рация, по которой они могут вызвать нас, а мы обратимся к ним за помощью. А для транспортировки пострадавших с травмами конечностей позвоночника существуют транспортные щиты и наборы медикаментов. Александр Васильевич показывает свое рабочее место. В медицине он трудится уже 30 лет. Из них два года с 9 утра до 9 вечера дежурит на столбах. Именно он первым оказывает медицинскую помощь тем, кто получил травмы. Работает мужчина в тесной связке со спасателями. Говорит, в год за помощью к нему обращаются около 200 человек. Это и взрослые, и дети. Большую часть травм люди получают из-за своей же беспечности. Они не соблюдают элементарные правила безопасности. В основном, конечно, преобладают травмы конечностей, а в летнее время это ожоги. Хочется, конечно, обратить внимание людей на правильную экипировку. Если вы собираетесь посещать заповедник, учитывая рельеф местности, учитывая ваши физические возможности, должна быть удобная обувь, должна быть удобная одежда, естественно. Еще недавно тех, кто получил травмы в национальном парке, нужно было везти в город. Пункта, где бы оказывали качественную медицинскую помощь, просто не было. И вот в феврале 2019 года он, наконец, открылся. Сюда можно обратиться за любой помощью, например, с травмами, мозолями, царапинами, обморожениями и даже сердечным приступом. И появление медпункта на столбах – это совместная работа руководства парка, депутатов законодательного собрания и краевого правительства. За последние 4 года было многое сделано для того, чтобы заповедник столбы, как излюбленное место отдыха красноярцев, было максимально безопасным. Действительно, открылся пункт спасателей, открылся пункт медицинской экстренной помощи. Осталось только одно – это устойчивая сотовая связь, потому что очень много людей, которые теряются, возникают проблемы иногда с вызовом скорой помощи, потому что нет устойчивой сотовой связи и нет интернета. Этот вопрос будет решен в ближайшие два месяца и договоренность с двумя крупными сотовыми операторами достигнут. За год отдохнуть в национальный парк приходит больше миллиона человек. Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели советуют не заходить на закрытые тропы, а также не кормить диких животных. Если вы не уверены, что хорошо знаете местность, зарегистрируйте свой поход. Тогда найти вас будет гораздо легче. Посещать столбы лучше не в одиночку, а компанией. Тогда, если случилась беда, оказать помощь удастся еще быстрее. Елисей Савлюк, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Волонтеров-медиков направят на работу психоневрологические интернаты. С сентября по декабрь они посетят 12 учреждений по всему краю и познакомятся с постояльцами. Для них студенты медицинского университета пройдут обучающие лекции, в игровой форме расскажут о пользе гигиены и профилактике заболеваний. А также научат оказывать первую помощь постояльцев и сотрудников. Кроме того, бесценный опыт получат и сами будущие врачи. Они освоят тонкости общения и лечения особенных пациентов. Для нас очень важно, чтобы они видели от момента, как к нему правильно обратиться, как ему можно сделать замечание, если что-то некорректно, да, как их кормить, как за ними ухаживать, какие есть особенности в поведении, которые можно допускать, чего допускать с ними нельзя. Потому что ведь в своей профессиональной жизни они наверняка потом с ними столкнутся в обычном учреждении здравоохранения. Так вот, чтобы у них этот навык и опыт появился еще в процессе, шесть локаций будут работать на пешеходном проспекте мира в эту субботу. Стала известна программа на 4 сентября. Для красноярцев организуют много спортивных развлечений. В районе сквера Пушкина, например, своей площадке развернут регбийные красные яры Енисея СТМ, баскетбольный Енисея, а также хоккейный Сокол. У гостей будет возможность сыграть в напольный керлинг, собрать робота, пройти киноквиз и сходить на экскурсию по местам, где творил художник Ряузов. Большая музыкальная программа будет на площади возле памятника Поздееву. Рядом развернут выставку текстиля и проведут мастер-классы по рисункам на песке и оригами. Боксер Александр Беспутин прилетит в Красноярск в это воскресенье. В нашем городе он проведет бой с мексиканцем Маурисио Пинтером. Все пройдет 11 сентября во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Оператором по подготовке события выступает Корпорация развития Енисейской Сибири. Цена билетов на бой начинается от 500 рублей. В зал пустят не больше тысячи болельщиков. Напомню, Беспутин с 14 лет занимался боксом в Красноярске. Он завоевал медали чемпионатов России и Европы. А с 2015 года выступает на профессиональном ринге. На счету боксера 14 побед, 10 из них нокаутом. Смертельное ДТП произошло на трассе. Специалисты рассказали о самых некачественных продуктах в России. А красноярский дизайнер подобрал наряды для свадьбы Моргенштерна. Об этом и не только. В двух словах расскажем далее. Смертельное ДТП произошло на трассе Норильск-Алыкель. По предварительным данным, сегодня утром на 9-м километре автодороги 58-летний водитель Тойоты Короллы выехал навстречу. Там он столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте. Четыре пассажира пострадали. Их госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. 17-летний школьник купил тонированную девятку и приехал на ней в школу 1 сентября. Чтобы поразить одноклассников, он выложил за машину 55 тысяч рублей. Его не остановило, что прав у него нет и садиться за руль он не может. Инспектор у школы остановил подозрительную машину и теперь парню его родителям придется заплатить штраф. Самые некачественные продукты в России – сыр, пельмени и мед. К ним у русскачества возникают больше всего претензий. Так, пасечники неправильно лечат пчел, из-за чего в меде превышено содержание антибиотиков. Что касается легкой промышленности, то чаще всего нарекания вызывает школьная форма. Каждая вторая рубашка сделана из материала, в котором много синтетики. Краснесский дизайнер Дмитрий Логинов подобрал наряды для свадьбы Моргенштерна. Рэп-исполнитель пришел на церемонию в платье, а его невеста в смокинге. Молодожены сыграли свадьбу на днях. Фото в нарядах на своей странице опубликовал дизайнер Дмитрий Логинов. Он переехал в Москву из Красноярска. В столице мужчина открыл свой шоу-рум и ателье. Он работает с разными звездами, например, со Светланой Лободой, Ринатой Литвиновой, Ёлкой и Ксенией Собчак. Кукурузу и даже арбузы вырастили дети в Красноярске. Уходом за этими культурами они занимались сами. Первый урожай уже скоро будут снимать. Кстати, дети не разрешили взрослым помогать. Они могут только наблюдать, как малыши постигают азы садоводческого искусства. Оценила урожай в детском саду Ольга Шелик. Смотрите, какие у нас арбузики. Скоро они созреют. Кукуруза у нас. Созрели первые красные помидоры. А рядом красуется большой зеленый огурец. Он пойдет на семена для следующего огородного сезона. Все это малыши 91-го детского сада вырастили сами. А потому с особым трепетом заботятся об урожае. Поливают его, убирают цернитиры, хлят землю и следят за развитием саженцев. Все результаты записываются в специальный журнал наблюдения. А после обсуждаются в штабе. Я люблю грядки. Еще я люблю садить огурцы, помидоры. Ну как тебе вообще проект? Что самым тебе интересно показалось? Садить, наблюдать за результатом? Или может быть забирать выращенное домой? Выращенное домой. Идея создать эколагерь принадлежит Катарине Захаровой. Воспитатель считает, что игровая форма поможет легко приучить юных помощников к труду. А также понять его ценности и пользу. В распоряжении ребятишек 4 локации. Штаб, где распределяют обязанности. Метеостанция, там следят за погодой. И огород, он состоит из теплицы и открытых грядок. Кстати, в качестве награды весь собранный урожай воспитанники забирают домой. Это помогает им выполнять свои обязанности более эффективно, считает педагог. Ведь дети видят результат своей работы. Не мы им навязываем деятельность, а они сами выбирают эту деятельность. И проговаривают, какие им нужны инструменты для этого. Или какие-то условия. И дальше на станциях они проявляют самостоятельность. Сами могут совершить какой-то уход за растениями, измерить его величину, сравнить с плантацией, насколько там культура лучше растет. С одобрением проект встретили мамы и папы. Они помогли обустроить рабочее пространство, где теперь кипит жизнь. Сейчас дети даже не уходят из сада, не проверив любимые растения. За них они очень переживают и не дают посторонним вмешиваться в процесс. Детю должен. Проект успел получить номинацию «Лучшая развивающая площадка». За победу детскому саду вручили денежный приз. Его потратят на развитие территории, чтобы у маленьких помощников было больше возможностей заниматься в огороде и выращивать новые овощи и полосатые ягоды. Ольга Шельк, Дмитрий Комаров, 7 канал. Футбол в каждый двор. Под таким лозунгом в одном из дворов Покровки прошел детский праздник. Ребятишек развлекали аниматоры, диджей, ведущий и главный талисман футбольного Енисея. Лев по имени Елисей. На мероприятии развернули игровые зоны, футбольный бильярд и большой надувной дартс. Дети взяли автограф у Евгения Грачева и Софьи Кандалицевой, футболистов мужской и женской команд. Елисей чемпион. Я здесь живу относительно недавно. Первый раз этот праздник. Я думаю, что очень интересно для детей. Все увлечены этим круглым мячом. Все играют в разные игры. Я считаю, что это для развития спорта вообще огромный вклад будет. Поэтому это нужно обязательно делать в будущее за нашими детьми в спорте. Мне это нравится. По словам директора клуба, сами спортсмены любят участвовать в таких праздниках. Уже в следующий вторник, 7 сентября, на поле пригласят детей с улицы Ястынской. Причем подобные мероприятия планируют проводить не только летом, но и зимой. Как это будет организовано, пока точно неизвестно. Либо в спортзалах школы, либо будет футбол на улице Валенков. Мы видим счастливых детей. Лица, они играют, знакомятся с футболистами, получают автографы. Все это классно, круто. И мы все получаем от этого хорошее, правильное, позитивное настроение. У нас есть лозунги, Енисея объединяет. Поэтому мы стараемся эту миссию выполнить и делаем все для того, чтобы болельщики приходили болеть за главную краевую команду. Верный признак наступившей осени в Красноярском крае закрывают пляжи. 10 зон отдыха у воды уже запрещены для купания. В нашем регионе остаются действующими только два пляжа, в Березовском и Емельяновском районах. Но из-за снижения температуры воздуха за окном, специалисты рекомендуют отказаться от купания и в этих водоемах, так как вода уже достаточно холодная. Перед началом летнего сезона в планах было открыть 24 пляжа. Но после проверки разрешение получили только 12 из них. И действительно уже не до купания, ведь первые выходные и календарные осени ожидаются солнечными, но прохладными. В ночь с пятницы на субботу в Красноярске всего плюс 4. Днем воздух прогреется до плюс 18. Будет облачно с прояснениями. В воскресенье ночью ожидается аналогичная погода. Днем будет светить солнце, однако жары ждать не стоит. Столбик термометра не достигнет даже 20 градусов. В понедельник погода разнообразием не удивит. Ночью также плюс 4, днем плюс 19. Небольшая облачность и без осадков. Уже завтра в Красноярске стартуют чемпионаты первенства России по дуатлону. Для участия в этих соревнованиях соберутся около 400 сильнейших спортсменов страны. Кроме них, показать, как быстро бегаешь и ездишь на велосипеде, смогут и любители. Как пройдут старты, мы сегодня поговорим с председателем Федерации триатлона Красноярского края и 11-кратным обладателем титула «Железный человек» Владимиром Мусиенко. Здравствуйте, Патя. Здравствуйте. Расскажите, ждете же наверняка завтрашний старт? Конечно, это главные соревнования этого года, этого сезона. И Красноярску доверено уже не первый раз провести соревнования чемпионата России и первенства России по дуатлону. У нас есть своеобразный рекорд. Мы на одном из стартов собрали 277 участников. Сейчас уже в стартом протоколе 348 атлетов, причем всех возрастов. Дело в том, что Международный союз триатлона, так называемый World Triathlon, он проводит своеобразную политику. У нас все соревнования, за исключением Олимпийских игр, проходят с учетом возрастных категорий. То есть ветераны, любители, молодежь всех возрастов, они собираются вместе там, где проводится тот или иной старт. Но что касается дуатлона, это вторая популярность дисциплины после триатлона. Триатлон это комбинация плавания и велосипед бег. Дуатлон это бег, велосипед бег. И мы надеемся, что наши гонки пройдут ярко и интересно. Тем более завтра мы увидим на острове Таташев и участников Олимпийских игр. И призеров чемпионата Европы, но и также любителей, причем ряд любителей, они реально титулованы, они ездят по всему миру, участвуют в различных гонках и преуспевают в этом. Вот вы сказали, что не только профессиональные спортсмены и ветераны, а те, кто просто любители. Вот как они могут принять участие? На острове Таташев можно просто прийти, оплатить стартовый взнос, зарегистрироваться. Значит, эта процедура будет идти с 17 до 20 часов и выбрать дистанцию. У нас там есть для самых-самых начинающих суперспринтерская дистанция. Это 2 километра бег, 8 километров велосипед и 1 километр бег. Причем каждый финишер наших соревнований, а мы их, думаем, будет порядка 400, получит вот такую финишную медаль. То есть не только спортсмены, но даже любители могут быть. Все, каждый участник этого чемпионата и первенства получит такую медаль, которую мы, кстати, отчеканили на заводе. Этот завод готовил медали для Олимпийских игр в Токио. И, конечно, у нас есть достойный призовой фонд. Элита поборется за титул чемпиона России в мужском и в женском зачете. На соревнования приедет четырехкратный участник Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Дмитрий Полянский. Наш прославленный красноярец, заявленный спортсмен из 20 территорий. Там есть и Ростовская область, и Санкт-Петербург, и Москва. Мы ожидаем яркую, интересную борьбу по всем возрастным категориям. И подрастает молодая смена. Вот, например, среди юношей 2004-2006 года на старт выйдет 65 атлетов, которые будут бороться всего за три призовых места. Будет интересно. Ну и у нас призовой фонд 400 тысяч рублей, поэтому достоин. Причем призовые у нас и в ветеранских, и в любительских категориях зачастую не меньше, чем в состязаниях элиты по отдельным позициям. Достойная мотивация, так? Да, да. Скажите, а вот вы назвали дистанцию, которая для любителей. А те, кто уже прям профессионал, они сколько бегают? Я назвал дистанцию для начинающих любителей 2.8.1. А что касается серьезных любителей, которые будут сражаться за титулы призера или победителя первенства России под ОТЛОН, там дистанция посерьезнее. 5 километров бег, 20 километров велосипед и 2,5 километра бег. Причем все проводится в режиме нон-стоп, без остановки. Участник сначала пробегает, затем заскакивает в транзитную зону, переодевается, перебывается, выезжает на велоэтапы, проезжает в велогонку. Мы, кстати, на острове Таташево у нас будет выгорожена трасса, поэтому всех отдыхающих мы просим завтра кататься. Когда будут идти соревнования, они будут идти с 9 до 15 часов в северной части острова. Там есть тоже хорошая велодорожка, на которой можно кататься и на роликах, она длиной 3 километра. А вот что касается соревновательной части и соревновательной отрезки к дистанции, мы просим там не появляться, потому что элита вообще едет со скоростью 60 километров в час, и если вы не застрахованы, то вам лучше не рисковать жизнью. Соревнования 2 дня пройдут, правильно? Да. Первый день у нас индивидуальные гонки по всем категориям, второй день эстафет. Это тоже, в общем-то, интересная динамичная борьба, и красноярцы рассчитывают на медали в этих категориях. Причем и в эстафетной гонке, и в индивидуальной гонке. Я думаю, что часть призового пирога останется именно в Красноярске. Что касается профессиональных спортсменов, вот те, кто станут победителями, у них дальше что? Это продолжение кубка или? Вообще сезон идет, это один из стартов сезона, есть еще и международные гонки. Что касается дуатлона, то эта дисциплина развивается не так давно. Вообще первый чемпионат России был проведен в 1993 году в Москве, поэтому не такой старый вид спорта. Проводятся чемпионаты Европы, чемпионаты мира, и участники завтрашних соревнований также смогут посражаться и на международных аренах. А любители этого вида спорта, они те, кто не смогут приехать, есть какая-то трансляция увидеть? Мы готовим для Ютуба специальные репортажи о данных соревнованиях. Надеемся увидеть и представителей телекомпаний, которые сделают обзоры. Я думаю, что будет что посмотреть, и после соревнований у нас будет работать лучший спортивный фотограф у города Красноярска, Илья Димков, который просто шедевры выдает после каждого старта. Мы заполучили его на эту гонку. Какие-то еще развлечения предусмотрены для гостей, которые приедут на остров Татышев? Можно пообщаться с нашими звездами, можно с ними пофотографироваться, можно просто набраться опыта и посмотреть. Причем будет отличная погода. Наши соревнования никогда не отменяются, но как раз когда благоприятная погода, это способствует показанию отличных результатов. И это опыт чемпионат России не часто проходит в городе Красноярске. Нам доверено проведение такого центра триатлона. Завтра и послезавтра будет именно в Красноярске. К нам приезжают представители федерации триатлона России. Мы знаем о том, что сейчас на данный момент Красноярская федерация занимает третью позицию из 49 регионов, где развивается триатлон. На острове Татышев появится скоро новая инфраструктура. И поэтому эти соревнования тоже в преддверии вот этих революционных изменений. Мы надеемся на дальнейшее развитие нашего вида спорта. Поможет ли это тому, что, допустим, красноярцы станут приводить детей именно в триатлон? Вот такие соревнования, новая инфраструктура. Сейчас много звонков как раз спрашивают. И причем наш вид спорта, он интересен тем, что он имеет определенное разнообразие. Даже наши звезды, которые переваривают огромные объемы в седле велосипеда, на беговых дорожках, в бассейне и так далее, как раз триатлоном интереснее эмоционально заниматься, чем какой-то одной спортивной дисциплиной. Например, если бег, то это постоянные объемы бег-бег-бег. Здесь можно переключаться. И даже участник Олимпийских игр Дима Полянский говорит о том, что когда он перекладывается с одного вида спорта на другой, ему гораздо легче эмоциональный. И поэтому спортсмены занимаются триатлоном на протяжении многих лет, а порой и всей жизни. У нас есть атлеты, которые уже в преклонном возрасте, им за 70, за 80. Вот в Красноярск приезжал такой есть москвич Байрис Кириллов, который в 87 лет, он еще участвует в соревнованиях по триатлону, заверяет призовые места, ездит по всему миру. Поэтому триатлон это еще и рецепт спортивного и вообще просто житейского долголетия. Вы планируете завтра стартовать? Да, получится. Как раз мы поставили старт любителей в 9 утра. Я надеюсь быстро отгоняться, надеюсь подняться тоже на пьедестал в своей возрастной категории. Там тоже серьезная конкуренция, а затем мы уже будем заниматься организацией мероприятий. Тем более приехали еще и представители Федерации триатлона России. Они хотят посмотреть и всю нашу красноярскую инфраструктуру триатлона. Мы надеемся на расширение нашей спортивной школы. Поэтому здесь на подобных мероприятиях решаются еще определенные политические, стратегические вопросы по развитию вида спорта. Поэтому мы надеемся, что проведение чемпионата и первенства России позволит сделать еще один шаг вверх к красноярскому триатлону. Если коротко говорить, вот вы человек, который очень много времени уже посвятили этому виду спорта. Если кто-то захочет начать, какие-то может быть качества определенные должны быть у человека? Или нужно главное желание? Во-первых, начать можно в любом возрасте. Есть у нас спортивная школа, отделение в спортивной школе «Здоровый мир». То есть, если ребенок как раз подходит по возрасту, можно отдать его тренеру. У нас есть специальные школы и платные группы. Вот на базе магазина триатлетов создано специальных несколько школ. Можно просто записаться, походить и профессиональный тренер. Сейчас можно просто по интернету себя тренировать, причем тренировать на различные дистанции. Поэтому главное желание, но люди, которые приходят в триатлон, они, как обычно, остаются надолго, а зачастую на всю жизнь. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. Надеюсь, что пройдет первенство у нас на высшем уровне. Спасибо большое. А я напомню, у нас в студии был председатель Федерации триатлона Красноярского края и 11-кратный обладатель титула «Железный человек» Владимир Мусиенко. И теперь информация о погоде. В субботу, 4 сентября в Красноярске переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров субтитного столба. Ночью плюс 4 градуса днем до плюс 18. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и сообщения на наш вайбер и ватсап. Номер 8 391 2 900 333. А также следите за нами в социальных сетях. В студии для вас работала Наталья Архипова. А прямо сейчас о выборе, выборах и проблемах выборного законодательства. Почему люди науки считают, что красноярцам нужно голосовать? Узнайте в программе «Право на защиту» со Станиславом Заблотским.